Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами будем создавать фотоколлажи в онлайн фотошопе. У вас всегда к нему будет доступ, если есть доступ в интернет. Вот так называется эта программа. Выглядит вот так изначально. Сегодня мы будем работать по этой вкладке. Заходим сюда. Перед нами открывается такое меню. Сначала мы здесь видоизменим свой рисунок, а потом здесь создадим коллаж. Заходим сюда. У меня подготовлен текст. Мы его открываем. И вот, пожалуйста, перед нами открылось меню из разных возможностей. Начнем по порядку. Посмотрите, сколько здесь всего. Я использую цвет, контраст и покажу вам волны. Все остальное вы поэкспериментируйте сами. Цвет. Можно изменить цвет текста. Конечно, цвет текста можно было менять при создании этого текста. Кто не знает, как можно написать такими буквами и как из этого текста сделать картинку, мы об этом расскажем обязательно тоже. А здесь пока поработаем вот так. Создаем что-то свое, что нам тут понравится больше. Вот так экспериментируем. У нас это чисто пример, поэтому оставим вот так. Нажимаем. Дальше идем в контраст. Пожалуйста, темней, светлей, как вам нравится. То есть это можно не только с текстом экспериментировать, но и с картинками, с фотографиями. А теперь мы немножко потанцуем с буквами. Здесь есть возможности выпуклые сделать, вогнутые. Давайте. Появляется такая лупа. И поехали. Теперь так. Видите, как замечательно. У нас такой танцующий текст получился. Вот так. Ну, я думаю, и достаточно. Главное, чтобы мы поняли, как это все работает. Идем дальше. Вот такие у нас эффекты. Текст может быть вот таким. 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 Что-то надо нам оставить какой-то. Пусть будет вот такой. Чтобы мы опробуем абсолютно все. Вот в этом меню огромное количество всего. В каждом из них еще по несколько вариантов. Посмотрите. Пожалуйста. Вселенная. У нас тут ничего не будет видно. Вот есть кнопочка Унда. Через нее мы отменяем. То есть нам это не понравилось. Давайте попробуем что-то еще. Вот здесь какие-то шарики получились. Что-то тут можно еще. Вот разноцветные пятна. Неоновые надписи. Все это я сейчас отменю. Как видите, здесь предложений очень много. Убирайте все, что вам нравится. Здесь эффект засвеченной фотопленки. Пожалуйста. Такие вот странные у нас получились элементы. Возможно где-то это можно применить. Я сейчас попробую бумагу. Вот допустим обои. Здесь есть стрелки направления рисунка. Обратите внимание, как сейчас изменится рисунок. Видите? То есть направление вот этого рисунка тоже меняется. Что у нас тут еще есть интересного? Какие-то горошки. Кому что нравится. Давайте оставим вот эти цветочки и пойдем дальше. Дальше у нас идут рамочки. Возможностей тоже очень много. Вот такое. Вот рамка как будто фотоальбом. Завитушками с какими-то. Белая рамочка. Черная. Мне не очень нравится. Пойдем дальше. Придадим винтажность какую-нибудь. К примеру вот это. Тут череп он мне не нравится. Поэтому вот так. Сейчас здесь вот такую. Вот немножечко потрескались обои на стенке. Вот так вот. Старая стена. На ней тут что-то написано. Замечательно. Оставим это. Дальше у нас пошли стикеры. Тут их тоже огромное количество. Так, стрелочки вводим. Что-то выбираем для себя. Что нам не подходит. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Вот такие вот. Выберем что-нибудь для примера. Как это вообще все устанавливается. Сейчас пересмотрим немножко. Здесь надписи. Какие всякие. Пожелем что-пчелки. То есть выбираете что вам нравится. Но поскольку у нас картинка получается какая-то старинная. Ну и какой-нибудь тут, к примеру, ключик. Ключик какой-то с черепом. Почему я такое не люблю. Мы его уберем. Даже для примера не хочу такой ставить. Значит вот обычный ключ. Загадка прям такая у нас. Видите как он перемещается. Двигается. Можем его вот так вот сюда оставить. Ну ради примера как это все у нас может. Все. Ключ мы поместили. Дальше у нас есть надписи. Всевозможные стили. Каких только. И еще в каждом стиле еще множество примеров. Допустим. Мне такие стили не нравятся. Выбираем. Пока не найдем что-то для себя подходящее. Ну, к примеру, что-нибудь письменное. Вот так вот. Вот такой. Русские буквы здесь у нас не печатаются. Даже сейчас попробую вам продемонстрировать. Вот видите, русские буквы печатаю. А в поле для текста ничего не появляется. Поэтому меняю шрифт на английский. И печатаю слово. Вот он такой огромный. Огромный получился текст. Мы его уменьшаем. Двигаем куда хотим. И вот сюда помещаем. Можем его так вот. Ну, как захотите, так и делаете. Смотрите. Ну, допустим. Этот текст мне оставила одна замечательная девушка. В моем блоге такой комментарий написала. Сейчас мы еще не поработали над этим текстом, как следует. Не показала вам все до конца. Что можно с ним сделать еще. Сейчас еще раз попробуем. Рано сохранила. Ну, хорошо. Пусть будет вот такой. Пусть будет текст. Вот так вот. Допустим. Вот так. Во-первых, цвет. Мы можем изменить цвет. Можем прозрачность. Он будет прозрачный. То есть его практически не видно будет. Если мы поднимем вот так вот. Давайте разместим его вот так сверху. Комментарии. Такой текст у нас получился. Все. В принципе, все. Рамки создали. Фон создали. Картинки добавили. Такая у нас получилась картинка, которую мы сейчас сохраним. Сохраняем. Комментарии. Ставим один. На всякий случай. И сохраняем в ту папку, которая нам нужна. Вот такая замечательная картинка, которой нет ни у кого больше. Даже вы вряд ли ее повторите заново. Закрываем и переходим во вкладку калаш. А сейчас мы будем создавать калаш. Вставляем заготовленные фотографии. Вот, к примеру, у нас кулинарный блог. У нас есть статья про салаты с рукколой. Что можно здесь сделать? Сделать их такими, такими. Закруглять. Рамки делать большие, меньшие. Но это не все возможности. Вот у нас есть вкладочки. Пожалуйста. Мы можем изменить наш калаш. К примеру, вот так. Программа сама как-то решила и расставила их. Но и мне так не нравится. Допустим, я возьму тарелку с листьями сюда. Вот такими движениями. Можем поменять. Опять же, считаю, что мне это не подходит. Я решила, что у меня будет вот таким образом калаш. Слева или справа от статьи. Картинки можно поменять. Куда хотите. Здесь они двигаются. Поставить их. Также можно сделать шире, уже, больше, меньше рамки. Изменить цвет рамки. Какой вам больше нравится. К примеру, нам вот это понравилось. И мы сохраняем. После того, как нажали сохранить, у нас появляются опять те же самые возможности, которыми мы пользовались предыдущим рисунком. Все эти эффекты данной ситуации нам не очень подходят. Поэтому мы их применять не будем. Нам нужны четкие картинки. Особых рамок и эффектов здесь тоже не нужно. Можно использовать, допустим, надпись. Ну, к примеру. Ну, к примеру. Вот так. Рукола. Ну, а как это будет выглядеть? У нас тут достаточно узко. И, в общем-то, она не поместится. Ну, в общем-то, текст тоже можно было куда-то вставить. Но еще не поздно поменять. Смотрите. Собственно говоря, вот и все, что я хотела вам на сегодня показать. Создавайте свои уникальные шедевры для своих уникальных статей. Или картинки поздравительные. Делайте коллажи с фотографиями, фотоальбомы. Удачи вам. Всего хорошего. С вами была Мария. Субтитры сделал DimaTorzok